всем привет я гела и сегодня мы с вами продолжаем собирать шить наше беленькое одеяло с птичками сегодня все эти лоскутные блоки мы соединим в единое полотно далее соберем его в сэндвич дальше мы сошьем и простегаем вручную одеяло и дальше мы простегаем его свободноходовой стежкой понимаете на обычной бытовой швейной машинке если вам интересно что из всего этого получится оставайтесь со мной и так в первой части я показала разные виды и способы аппликации вот делали птичек и цветочки и круги и я показывала как можно пришивать и как это в итоге выглядит вот но вы знаете изначально было задумано для разных видео то есть в одном видео я хотела показать вот эти круги все а потом по ходу дела мне пришла идея с птичками и я выкроила еще лоскуты основы для птичек этих а потом уже обнаружила что они не отличаются размером немножко этом где-то ошиблась вот но ничего страшного не критично там отличие небольшое поэтому я решила уже в общем после того как вы подготовили все лоскутные блоки вы выкладываете их так как вам бы хотелось в одеяло вот а далее вот таким вот образом поочередно мы собираем наши квадраты сначала в полосы вот я решила не выравнивать их сразу а решила выровнять их во время сшивания по одному краю а затем уже выровнять сами полосы по размеру то есть девочки видите семь раз отмерь один раз отрежь ну ничего бывает вот смотрите вот таким образом квадратик за квадратиком мы сшиваем их в полосы а затем уже эти полосы собираем в лоскутное полотно я неоднократно показывала есть у вас получается очень много этих квадратиков и полосы там слишком длинные например можно допустим по два квадрата по три квадрата собирать в полосы затем вклад опять-таки в модули из квадратов а потом уже эти модули таким же образом собирать в единое полотно все это зависит от ваших размеров и задумок ну принцип сборки он в принципе вот такой когда мы собираем лоскутные блоки между собой вот и и последний квадратик по рисунку я решила сразу и хуже не вырезать все вот видите и на старуху бывает пророха так вот первую полосочку мы подготовили таким образом собираем все квадраты а затем соединяем их в полосы пользуйтесь булавочками особенно когда будете соединять вот эти полоски между собой вот видите у нас полоски готовы сейчас я выровняю по другим краям до с одного края не у меня все ровно и вот сейчас я выровняю и соединю их между собой и вот когда вы соединяете полоски скалывайте их между собой между собой не ленитесь тогда у вас получится ровненькое полотно далее вот это вот полотно готово я его проглажу сейчас все и по всему периметру пришью вот такую белую полосу вот этот для того чтобы пришить эту полосу я буду пришивать вверх-вниз слева-право то есть мы не по кругу идем там одну длинную полосу и давай по кругу нет там обязательно будет расхождение в размерах и у вас где-нибудь какой-нибудь какая-то сторона получится шире другая уже потому что все равно это лоскутные блоки поэтому мы сначала выкроем верхнюю и нижнюю полосы одинаковые приколем их к верхнему к нижнему краю и потом только выкроем боковые полосы опять-таки одинаковые и пришьем их лево-право то есть вверх-вниз лево-право здесь конечно есть еще вариант если допустим в эти полосы у вас должны быть с каким-то рисунком например они у вас будут или собраны в свою очередь там тоже из лоскутных из лоскутков если вы их захотите оформить вот видите у меня получилось это вот техника изба вот таким образом шьется да вот но есть еще способ я покажу его на бумаге чтобы вам было понятно вот допустим нам нужно пришить вот мы сейчас пришили вот таким вот образом наши полосы соединили да но если вдруг у вас рисунок и вам нужно этот угол оформить по диагонали то делается это следующим образом сейчас я покажу мне сейчас не важно вот этот угол по диагонали собирать он у меня белый и белый а если это необходимо то вот таким образом вы складываете полоски допустим ширина у меня здесь 11 сантиметров в нижней части вы отмеряете один сантиметров то есть квадрат у вас должен быть да и прокладываете строчку вот так вот по диагонали как я нарисовала и затем у вас получается вот такой вот аккуратненький красивый угол сейчас я сложу поняли так принцип вот это ваша строчка где сгиб у меня а вот это вот ваш красивый угол вот таким образом делается вот такой вот контур если вам это необходимо там рисунок например у вас там какой-то запланирован или просто вы хотите именно таким образом оформить то вот так только в данном случае выкраивайте полоски уже с добавлением то есть и верхнюю и боковую с добавлением вот этого вот расстояние вот этих 11 сантиметров об этом не забывайте а в нашем случае мы выкраиваем вверх-низ выкраиваем по ширине нашего лоскутного полотна а боковые уже выкраиваем по лоскутному полотну плюс добавляя вверх и низ размеры да я думаю понятно пояснила вот этот момент не забудьте вот то есть прежде чем шить вот верх-выкрыли вот мы в нашем случае вверх-выкрыли по ширине лоскутного полотна пришили сейчас я покажу разделю вот у нас лоскутное полотно между ними вот мы пришили верх и низ и только потом мы выкраиваем боковую полосу то есть она получится уже не по лоскутному полотну а с добавлением еще длины наверх и на низ вот таким образом вот так я пришила эту белую полосу по всему периметру и получила вот такую вот прелестную прелесть но это не все вот видите вот таким образом она у нас в итоге получается у меня на ширме висит я не расстелил уж вот сейчас точно таким же образом я пришью лоскутную полосочку для контура вот смотрите хочу вам еще один секрет возьмите себе на заметку на бумагу на полоски бумажные я нашила в такие меленькие лоскуточки это могут быть и одинаковые и разные всякие полосочки самые мелкие уже ненужные обрезки вот таким образом можно собирать их в рулоны ну и так и хранить а потом и так использовать в своих проектах данная полоса сюда слишком широко поэтому я ее вдоль разрежу вот а затем по периметру таким же образом как машины белую полосу таким же образом я пришью и вот эту цветную для начинающих скажу почему по бумаге потому что у меня здесь совершенно разные ткани какие-то из них тянутся какие-то не тянутся какие-то очень тонкие там атлас шелк какие-то толстые джинсовые ткани то есть тут же у нас совершенно разные поэтому бумага это прям самое то но по идее можно и на текстильную полоску собирать все тело скуточки можно вообще без основы сшивать эти полосочки все зависит от того из чего вы шьете у нас тут полный микс эти и не только кстати видите не только полосочки там строго одинаковые там по одной ширины ведь и разные совершенно вас куточки можно таким образом собирать на бумагу и все вот сейчас я вдоль разрезала и я не переживаю что у меня где-то потянется где-то не потянется очень удобная штука вот теперь таким же образом я пристрочила эти полосы по всему периметру верхние слева право и точно таким же образом я пристрочила еще одну белую полосу но уже широкую такое вот и таким образом заготовила себя скутное полотно вот таким образом прикалывайте не ленитесь если у вас тоже ткани там совершенно разные совершенно это в общем по ходу дела вы поймете как вам лучше поступить вот и бумажку я убираю уже только после того как у меня уже закончена ну как бы пришита полностью это лоскутная полоса вот видите можно ее смочить сбрызнуть пульверизатор водичкой чтобы она не разлеталась вот так вот да а в комочек сразу собиралась в ладонь вот и смотрите какую красоту мы получили вот я там еще не гладила но сейчас поглажу и уже буду класть на синтепон видите как красиво в итоге смотрится и мы прям угадали хорошо что я вдоль разрезала эту полосу потому широкая она бы была уже слишком на себя брала бы никаких птичек уже не было бы видно так вот у нас все получилось гармонично и красиво мне нравится например вот и теперь вот это лоскутное полотно нам нужно положить на синтепон и на подклад ну то есть обратная сторона одеяла эти как здорово смотрится причем аппликация пришита совершенно в разных техниках совершенно разными способами да а смотрится все это вместе в деле все равно очень красиво вот так теперь на полу мы расстелили я и старый просто не подклад буду делать изнанкой кверху да на нее положили синтепон и на синтепон уже верхнюю декоративную часть все это как следует расправили и прям тут же на полу можно сколоть и сметать девочки не можно а нужно вот а я уже слишком в себя поверив собрала все это в рулон закрутила и подумала нет ладно бог с ним устала уже попробую сейчас сразу в стежку нет не надо мне пришлось все выпороть хорошо что я вовремя остановилась но очень обидно я про простегала ряд и все это пришлось распороть потому что полотно ведет со страшной силой изнанка вся там скукоживается полотно все скукоживается не надо девочки этих экспериментов сколите все разложите все расправьте на столе или на полу на том же вот не поленитесь сметайте все из центра в стороны как я показывал неоднократно и в других видео здесь вот я все это распорола в общем да свое все расстелила на столе и стала уже вы знаете я прям не просто сметывать а я решила простегать вручную то есть по всем швам начала из центра и вот по всем этим швам сначала горизонтальные каждый шов туда и другую обратную сторону да то есть у слева направо следующий шов справа налево все вот так вот квадратики все полосы эти прошлась потом также прошлась вертикальные полосы вертикальные швы и только потом уже каждый шов вот этих полосок белая цветная и белая широкая то есть каждый шов видите вот там я пыталась что-то художественное нет художественная стежка не получится на бытовой машинке большое полотно невозможно маленькое полотно там для подушки например вы можете как-то про простегать художественно красиво лепесточками там и так далее нет а большое полотно на такой машиночке переносной даже без платформы большое полотно вы не простегаете девочки поэтому ну художественного не простегаете поэтому но сплошь это вполне возможно что вы сейчас и увидите и смотрится это великолепно на мой взгляд вот видите я простегала вручную все и простегала бисерной стежкой так называемой это когда у вас ниточка остается на изнаночной стороне и часть там внутри в синтепоне а вверху остаются только точечки вот вы поняли да вручную на это надо время но это того стоит работа получится аккуратно и ровно и все будет хорошо но надо посидеть конечно вот когда я все простегала из центра в стороны потом выта по периметру эти полоски и самую последнюю очередь я все-таки прошлась еще по краю даже одеяло и сейчас вот я по срезаю края подклада и уже со спокойной душой пойду стягать свободно ходовой стежкой вот можно было кромку сделать даже вот из вот этих краев но нет я буду делать в данном случае кромку своим любимым методом в общем дойдем мы до этого сейчас смотрите нет мне очень нравится прям очень нравится итак приступаем нам нужно снять лапочки наши вот им поставить лапку для свободно ходовой стежки она еще называется лапка для для штопки я делала обзор я заказывала лапки на алиэкспресс я заказывала вот такую она потрясающая я в нее влюбилась и заказала даже еще две на всякий случай но тут вот слава богу бесподобная уже столько проектов сделала вот с этой лапкой прям мне очень понравилось ссылку на нее я тоже оставлю вот но я когда делала обзор я там заказывала два вида лапок еще одну лапку это так называемую шагающую это превосходная лапка для стежки квилтов но именно та которую я заказала на алиэкспресс она у меня тут же рассыпалась вся я буквально там небольшую наволочку попыталась ее простегать и она все она сразу же рассыпалась некачественная а вот это вот великолепно прям супер так заправили ниточку вытянули сейчас укоротим слишком что я вот и теперь убрали нам нужно убрать зубчики нижний транспортер вот так вот на клавишу и уводим ее вправо и все и наши зубчики ушли вниз мешать они нам не будут далее ставим натяжение верхней нити девочки попробуйте все зависит от толщины там от ниток и так далее но это где-то 678 все остальные настройки в принципе они так и есть как есть ну то есть возьмите небольшой какой-то лоскут потренируйтесь на нем выставить натяжение немножечко синхронизируйте руку и ногу как говорится до давление на педаль то есть скорость строчки и скорость как бы движение рук чтобы это синхронизировать это нужно немножко наловчиться поэтому сразу если вы не пробовали к одеялу не беритесь а именно немножечко наловчитесь на небольшом фрагменте вот а дальше вот таким вот образом спокойненько начинаем шить голыми руками шить очень тяжело пальцы устают моментально но у меня был опыт когда я по целиком одеялко шила все равно стегала но вы знаете продают специальные перчатки для квилтов их можно заказать в том же алиэкспрессе поискать я еще не заказывала или в магазинах где-то в интернет магазинах там или в городе у вас вот но если у вас нет а хочется прям здесь и сейчас то строительные перчатки вам в помощь бесподобно сразу в разы облегчает работу понимаете обычные строительные перчатки и вот таким образом спокойненько пошли строчить я строчу вот такими вот петельками надо их как-то вот выше ниже выше ниже чтобы у вас не получались ровные полосы там до чтобы это было немножко в перемешку и стараться чтобы строчка не пересекалась но если пересечется тоже конечно это не самое страшное там но все это на опыте девочки вот когда надели перчатки строительные небо и земля то есть если вы еще не начинали то купите они в любом хозяйственном магазине продаются они очень вас выручат и вот таким вот образом пошли строчить строчить я буду по всему периметру начиная от точки и пройдя весь круг следующий ряд я буду строчить уже в обратном направлении и таким образом сначала туда по кругу потом обратно по кругу я буду идти к центру одеяло вот так девочки но прежде чем все это делать обязательно как следует все сметайте иначе у вас обязательно все сожмется и все поведет понимаете и лицо и изнанку поэтому не поленитесь сметайте даже пусть не бисерной стежкой я там практически простегала вручную даже пусть вы не будете стягать от сметайте хотя бы широким шагом но все одеяло чем чаще тем лучше сметайте и тогда у вас получится великолепная свободно ходовая стежка вот и после того как вы все простегали расправляем полотно и вот таким вот образом сложив полосочку вдоль пройдемся по всему периметру это мой любимый способ я уже сотни раз ну я везде его показывала я даже внутренние швы там везде вы будете срезы при пуске всегда очень часто обрабатываю именно вот таким вот методом и кромки тоже мне нравится вот в других видео где-то я показывала лоскутное одеяло кромки конечно же можно делать и другими способами но вот мне этот больно уж нравится поэтому я и данный проект тоже решила сделать таким вот способом все по всему периметру я пройдусь пристрочу вот эту полосу вдоль ширину полоски тоже берете индивидуально вы сами поймете сейчас вот я покажу как я все это потому что и толщина синтепона и там ткани вот это все разное поэтому нет смысла говорить на размере вы сами определите ширину полосочки ты ну и все вот так прикололи и вот так по всему периметру я сейчас прострочу все наше одеялко так скажу сразу девочки учитывайте то что ну грубо там максимум может быть я скажу на сантиметров 5 ваше одеяло уменьшится но не на 5 конечно в данном случае меньше но синтепон вот чем толще там тем больше она под сожмется то есть на усадку как бы на эту да это сжатие давайте учитывайте размер вот еще что хочу сказать так еще девочки очень такой важный момент в общем в данном случае мы простегали наше одеяло свободно ходовой стежкой методом ну сплошь прям по всему полю сплошь да вот но очень красиво смотрится конечно же художественная стежка и вот нам показывают мастер-классах как здорово можно стегать одеяло художественной стежкой но большое одеяло на вот такой машиночке вы не простегайте именно художественной стежкой потому что там вам нужно будет крутить вертеть этот блок по отдельным там сегментом элементам если этот блок вернее вот это одеялка или как этот модуль будет заготовка для подушки например ну вот в общем размеры да все упирается в размеры одеяло вы так запросто не покрутите но даже в этом случае можно выйти из положения можно сделать заготовить сразу допустим 50 на 50 у вас будет там или 70 на 70 еще можно там про покрутить постигать заготовить блоки простегать их полностью художественной стежкой красивая а затем уже простеганные лоскутные блоки соединять в большие полотна как это делается я показывала в мастер-классе года два назад три я надо бы еще раз записать такой мастер-класс но пока вот ссылку я тоже на тот мастер-класс оставлю и там я показываю два способа сборки лоскутных блоков первый блок обычный а второй вот как раз таки стеганые лоскутные блоки вот там вы посмотрите но тем временем вы видите да мы делаем вот такую замечательную кромочку когда мы все пристрочили я поворачиваю наизнанку и вручную подшиваю можно на машинке прострочить но мне очень нравится этот момент вручную тогда получается ровно мягко красиво и посмотрите в итоге какая прелесть у нас получилось сейчас скажу своим как бы какие выводы я из этого всего вынесла мы пока я вам показывала разные способы пришивания аппликации да вот и вот смотрите надо когда вы делаете аппликацию надо понимать как вы будете заканчивать свою работу если вы хотите делать вот такую сплошную свободную стежку то старайтесь все края всех элементов чтобы края у вас были как следует пришиты вот смотрите вот здесь вручную мы пришивали да у нас все краешки пришиты и и стягать их потом одно удовольствие просто идете ведете машинку и стягайте вот здесь края вот здесь мы пришивали в край просто на машинке прямой строчкой потом пристежки вот вам надо пришивать вот вот здесь вроде бы я близко близко старалась да но все равно вот видите вот такие вот захват и производит потом лапка то есть при каждом подходе мне приходилось поднимать лапку чтобы она не закусывала вот так вот вот эти краешки вот сейчас я прям макро съемку близко близко и она видно так то со стороны не видно вот этих краев но их достаточно для того чтобы лапка их закусывала и также вот эти всякие лепесточки цветочки да я думала о я потом пристежки их сама нет их тоже лучше пришивать в край потому что потом я при каждом подходе поднимала лапку также вот эту ворону я решила попробовать эту птичку методом лохматый петчворк ну потому что джинса она же здорово при этом методе но потом я замучилась при каждом подходе лапки я поднимала ее чтобы вот таких закусов не было и также вот эти цветочки видите все равно где-то у меня вот какие-то захваты происходили я конечно старалась поднимать теперь что касается декора вот вышивки вон всякие розочки бусинки это все очень прекрасно и я их конечно раз уж так вот у меня сложилось обходила лапкой как могла но девочки если изначально вы подумайте если вы будете стягать вот такую сплошную стежку делать то все эти бусинки пайетки все это оставляем на самое последнее последнюю очередь понимаете когда простегаете потом уже пожалуйста все бусинки а так представляете все это мне приходилось обходить то и дело вот в общем весь этот декор если вы планируете стягать одеяло то весь этот декор оставляем на после стежки то есть на самую последнюю очередь и все у вас прекрасненько получится вот такие выводы я сделала вот ну а так в целом вот что еще остальное вы все видите да великолепная все равно получилось одеяло потрясающе абсолютно все ровненько все идеально и все вот эти вот контрастные полосы даже по контуру не ничего нигде не едет все это получилось ровно но все это получилось ровно только благодаря тому что я все это как следует сметала вернее даже не то что сметала простегала вручную вот поэтому не поленитесь сметайте все как следует почаще чем чаще тем лучше и тогда у вас все получится ровно а иначе это ужасные заломы и закусы и с верхней декоративной части и с изнанки я оставлю ссылку на видео где солнышко вот там небольшое одеялко мы стегали и там я не скалывала не сметала по моему или даже сметала не знаю но там у меня все это съела собрала все изнанку понимаете так вот этот угол вот если вам важно то при таком методе закругляйте уголки тогда ровненько кромка ляжет ну как бы гладко или эта кромка должна быть гораздо уже тогда она будет гладко на углах если вам вас не смущает вот это вот штука что она вот так вот складывается уголочек то пожалуйста меня не смущает я вот так вот оставляю ну и конечно же другие способы кромки тоже есть я говорю именно вот про такой если метод вы выберете вот что еще показать так что то еще хотела сказать а это сейчас будет да сейчас я поверну покажу даже при таком тщательном сметывание у меня все равно кое-где там получились на изнанке закусы даже при таком сметывание где-то у меня там она вот так не видно конечно но при ближайшем рассмотрении если у меня в одном месте есть вот все равно не не сумеешь ты не углядишь вот видите чуть-чуть ну ничего страшного это конечно но тем не менее вот я решила вам все это показать чтобы вы видели понимали о чем идет речь понимаете если у вас машинка не переносная с платформой например идет это тоже очень облегчит конечно работу это будет а вот в такой машинке как у меня обычный бытовой маленькой переносной машинке там где вы ладонь даже не можете расположить прижать как следует одеяло это конечно очень так проблематично но для большого одеяла ну и вот черная для тех кто не видел вот я хочу вот это черное она два раза больше чем белая да она у меня сметана только по горизонтали но вот прям не знаю когда теперь возьмусь но я хочу его простегать таким же образом полностью все это черное одеяло и конечно же покажу вам результат ну а на сегодня я буду с вами прощаться вот такая огромная работа проделана и мне эта работа ну и белое делами очень-очень даже нравится ну а черная решила показать да для сравнения по идее конечно даже и без вот этой вот свободно вдовой стёжки это полноценное лоскутное одеяло которое вполне можно пользоваться уже вот но посмотрите какое оно без стёжки и какое нос вот этой вот свободно ходовой стёжка это небо и земля на мой взгляд гораздо красивее как бы крепче что ли как-то я не знаю как-то по-настоящему уже выглядит не подделка то есть но имеется ввиду прям как фабричное понимаете в общем качество получается небо и земля поэтому там уже решать вам конечно что вы выберете ну а на этом я с вами прощаюсь мои дорогие приятного вам рукоделия и бесконечного вдохновения всего вам доброго пока пока